И очень внимательно сейчас. 1,15 часть помидора за 7 евро. Это, наверное, самый дорогой помидор, который мы пробовали на данный момент. В обед где-то сесть просто нереально. Боже, какие интересные заведения селили. Я просто не ожидал, что это будет так насыщенно, много людей. Удивительная кухня, блюда настолько красивые и разнообразные по столам, что это взрывает мозг. И мы просто решили прийти, сесть, освежиться, потому что на улице у меня перегрелся телефон. И находиться даже в тени невероятно жарко. Мы зашли, чтобы немножко охладиться и перекусить. Ну и зарядить телефоны. Так, мы кушаем в Севиле. Мы сюда забежали, чтобы охладиться немножко, потому что нереально жарко. И мы заказали пиво и сок. Не знаю, сколько стоит. Вот такой вот салат. Каса для Монеда. 9,50. Наши грилованные осьминоги. Стоят 16,50. Два таких щупальца. И креветки в чесноке у нас за 12,50. Вот такой у нас сегодня обед. Будем кушать и решать, как же нам все-таки посетить Кафедральный собор, потому что до 3 июня у нас все здесь забукировано. Будем узнавать, можно ли купить билеты в очереди живой, или же продлевать еще на два дня наше пребывание в Севиле. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. И опять всем привет. 31 мая. Мы опять решили покушать после посещения двух соборов. Об этом позже. Пьем пиво и пьем сангрию. Не помним цены. Опять гайд по ценам в очередном ресторанчике Севиле. И мы будем пробовать вот такие вот ойстеры. В общем устрицы. Довольно-таки жирные. 5,50. Пробуем. Лимончика. Вкусные. С таким ярко выраженным морским вкусом. Очень крово и свежие. Вот. Любим мы гребешок. Вот в Севиле он отличается от греческого гребешка. Он цветной. С такой оранжевой ножкой. Тоже по 5,50 евро за штучку. И что нас больше всего поразило. Это чудо-салат. Я считаю, что это салат от шефа. Это конечно же сарказм и шутка. Разные салаты мы видели. Но вот здесь вот просто он так называется помпезно. Помидора в оливковом масле и с солью. Просто они с солью это подчеркнули. Она такая крупная. Ее даже видно. Она даже не растворяется. И очень внимательна сейчас. Одна пятнадцатая часть помидора за 7 евро. Это наверное самый дорогой помидор, который мы пробовали на данный момент. Поэтому, как видно, на сравнении с прошлым нашим обедом, можно по-разному кушать с Вилли. Итак, сегодня у нас как бы предпоследний, хотя это можно назвать полноценный последний день в Севиле. Завтра мы уезжаем в 13 часов. У нас Фликсбас до Лиссабона. Едем мы в Лиссабон. Там тоже очень много красивого можно посмотреть. Пытался я найти различные билеты, включая самолет. Очень неудобный коннекшен из Севиле. На самолете нужно было либо в 6 утра улетать в прямой рейс, все остальные рейсы были с пересадкой. За какие-то нереальные цены. Поэтому мы решили ехать Фликсбасом. Нельзя сказать, что мы любим Фликсбас. Но если нужно уехать довольно-таки далеко из-за недорого, то это очень хорошая опция наряду с BlaBlaCar автобусом. Мы уже его пробовали в Италии. А на Фликсбасе мы переездили очень много стран. Поэтому завтра в 13 уже мы будем уезжать. Ничего завтра уже мы не планируем. Я опять повторюсь. Мы хотели продлеваться на 2 дня, но у нас не получилось. Из-за того, что на 1-2 июня непомерные цены. Ценник взлетел на отеле. Даже на 1-звездочный. Начинается от 220 евро. Другого мы не нашли. Поэтому мы решили уезжать. И, конечно, Севилья сейчас очень загружена. Нереальное количество людей. Огромные очереди везде. Особенно в соборах, в ресторанах и вообще по городу. Второй момент такой немножко осторожняющий. Нахождение сейчас в Севиле. Очень жарко. Сегодня немножко получше. Но мы все равно перемещаемся теневыми сторонами города. Вчера было 44 градуса на солнце. Сегодня, я думаю, не меньше. Но как-то либо мы уже привыкли. В Севиле жарко. Надеемся, в Лиссабоне будет попросладнее. Все-таки это Атлантический океан. И там, надеемся, будет немножко получше и полегче. Лиссабон красивый город. Очень много там у нас тоже планов. Возможно, тоже на три ночи мы там остановимся. Посетим главную галерею художественных искусств. Основной собор, конечно же. Погуляем по городу. И будем делиться впечатлениями. Следите за нами. Не забывайте ставить лайк. Вам не сложно, нам приятно. И будем путешествовать вместе. До следующей встречи. В общем, ребят, чтобы вы понимали, насколько ресторан ресторан рознь. Даже в той же Севиле. Мы очень долго ждали этих креветок. Объясняли, как мы их хотим. И это вот такой лоу-кукинг. Я так понимаю, что этот ресторан, который называется DESDE 1922, он, в общем, специализируется на соли. Вот соль, это его фирменная фишка. Помидор с солью, креветки с солью. То есть, более простой, тупой подачи еды мы не видели нигде. Поэтому в ресторан DESDE 1922 не особо советуем заходить. Потому что ценник 7 евро за кусок помидора, я считаю, это очень дорого. И вот за такие вот креветки 19 евро за 100 грамм, это тоже как-то не камильфо. Поэтому ищите другие ресторанчики, их здесь много. И вот прошлый, в котором мы были, видео будет. Мы его советуем. А тут не особо. Наверняка это вот эти знаменитые помидоры, из которых мы ели салат за 7 евро. Они вот так отрезают от него, пока не закончат помидор. Слушай, это супер. Вообще, как бы лайфхак по продаже помидоров за 7 евро. За 1 четвертую помидор. Такая вот кафешка. Общий счет оказался 88 евро. Ну, как бы не самый вкусный вариант. Хотя морепродукты у них здесь очень даже представлены в большом ассортименте. Субтитры сделал DimaTorzok